Всем привет! Вы смотрите Profit Show Live. Это первый выпуск со зрителями нашей замечательной программы Profit Show. И сегодня наш первый гость это Виктория Тегибко, директор фонда T-Aventure, а также организатор конференции по интернет-бизнесу и интернет-технологиям IDC. У меня, собственно, два вопроса, которые я хотел обсудить, но они как бы большие. Первый это фонд, второй это конференция, плюс у меня, в принципе, есть несколько вопросов немножко в сторону. Но это тоже связано со стартапами, с предпринимательством, с венчурным рынком и как бы рынком бизнеса, интернет-бизнеса. Так что, я думаю, мы начнем с фонда. И, да, я вот подозреваю, что в нашей стране так точно, даже люди, которые сидят сегодня здесь, мало кто понимает, как вообще работает венчурный фонд. То есть это что-то такая абстракция, в лучшем случае это люди, которые разбрасываются деньгами, непонятно зачем. Поэтому я предлагаю начать с ликбеза, буквально одну-две минуты рассказать, в принципе, как работает вообще венчурный фонд. Еще раз всем добрый вечер, спасибо, что смотрите, интересуетесь самой главной этой темой, потому что тема этой нужно, наверное, как раз вовремя начинать интересоваться, вот как раз сейчас. Потому что пару лет, я думаю, развитие не только электронной коммерции, но вообще интернет-бизнеса в Украине будет двигаться очень такими галлопирующими темпами. И все, что делается, все, что происходит сейчас в Украине, развитие экосистемы и появление новых не только инкубаторов, акселераторов. Вот буквально в течение года это все как-то возникает, конференция три года, которая стала интернет-технологии и инновации, которая вошла с второго года в топ-5 конференций Европы по направлению интернет-технологии и инновации. Это все говорит о том, что шансы есть и темпы роста Украины по сравнению с Россией, они тоже завораживают. То есть проценты 80 плюс по электронной коммерции, в отличие от 30-35 процентов в России и так далее цифрами. Я потом буду, наверное, тоже поражать воображение тех, кто немножко не знаком с тематикой интернет-бизнеса и то, что происходит с нашими партнерами, фондами, предпринимателями, кстати, которые в большом количестве будут на конференции 18-19 октября. Она придет в АК Интернешнл. То есть Украина, если была еще год тому назад не приоритетом для развития многих направлений бизнеса, она вдруг стала. То есть в этом году все как-то поехали. Поехали и начали смотреть, покупать. Один только нас просто, вспомним. Оное количество покупок, и это только начало. Следующий год вообще на него делают ставку. Очень многие в плане развития в Украине огромного количества бизнесов и сервисов, связанных с интернетом. То есть те, кто думал, когда заходить, запланировали большинство из крупных игроков заходить в Украину как раз на 2013 год. Так что это небольшая прелюдия к венчурному фонду. Если вдруг я не успею уложиться в одну-две минуты, Максим, который ты отвел к венчурному бизнесу для презентации. У меня есть просьба, пожелание всем, кому вообще-то тема интересна, зайдите на сайт фонда TA Venture, а также на сайт idc.org. Там есть интересные материалы, которые подготовили наши специалисты фонда для ознакомления начинающим. Мы обязательно ссылки добавим в шоу-нос. Это очень важно будет. Кому интересно, как это вообще работает, из чего начать, я рекомендую начать просто с прочтения хотя бы одной, но лучше тех книг, которые мы выложили уже и регулярно выкладываем, если попадаются очень интересные книги, которые рекомендуем прочитать для того, чтобы эта отрасль прояснилась. То есть, что это такое, с чем ее едят и почему надо начать вот именно с этого. Ну, помимо многих презентаций, возможностей, как правильно презентовать свой проект, это все-все-все там можно найти. Собственно, венчурный фонд – это долгая история, как это работает, но «make the story short» расскажу буквально в нескольких предложениях. То есть, что такое. Венчурные фонды есть разного профиля и направления. То есть, кто-то инвестирует на ранних стадиях, это самое такое первое деление на ранних стадиях, кто-то инвестирует на более поздних стадиях. Цифры инвестиций на ранних и на поздних отличаются в десятки и в сотни раз. На ранних стадиях фонды где-то уже похожи с бизнес-ангелами, которые вкладывают плюс-минус в пределах миллиона, нескольких миллионов долларов или в эквиваленте в компании, в стартапы. А фонды, которые инвестируют на более поздних стадиях, там счет может идти на сотни миллионов и более. Вот это как бы основное. Как это вообще работает? Зачем они вкладывают эти деньги? То есть, можно уже их потратить по-другому? Да. И сейчас еще несколько... То есть, чем еще отличаются венчурные фонды? Они отличаются еще своей специализацией. То есть, мало того, что на ранних и на поздних стадиях вкладывают, еще специализации отличаются. Есть фонды, например, как наш, которые инвестируют в основном в консюмер. Интернет, веб-2.0. То есть, все, что связано с электронной коммерцией, сервисы, связанные в основном с направлением B2C. Вот мы не работаем с B2B-сектором, хотя можем начать в самое ближайшее время. А есть фонды, которые инвестируют только, например, в BioTech. Есть фонды, которые инвестируют специализированные только в CleanTech и так далее. Есть специализированные направления, которые отличают фонды и, соответственно, они не смотрят на проекты, которые не в этом сегменте. Что касается нашего сегмента, понятного нашим специалистам фонда, это опять-таки весь консюмер интернет, это электронная коммерция. То есть, в этом направлении работает очень много фондов. Скажем так, в основном фонды, представленные в России и в Украине, ориентированы точно на этот сектор. Есть фонды такие, как Intel, есть новый фонд, который, не буду называть, он связан чисто с CleanTech, выходцы из Роснано, Bright Capital, например. То есть, новый, новообразованный, очень активный фонд, у которого тоже за период 2 года порядка 17 инвестиций. У них очень узкий профиль. То есть, очень узкий профиль. Эти фондов меньше, тоже по понятным причинам, плюс они не на виду. То есть, они меньше на виду. Если фонды, связанные с электронной коммерцией, когда бизнес из офлайна двигается в онлайн, то есть, они на виду, они говорят, компания видимая. Рост в Украине где-то 18-20%. У нас уже сейчас, там, за 600, наверное, 30 тысяч доменных имен в Украине, рост достаточно большой, по 20% ежегодно. Соответственно, бизнесы появляются. Их компаний тысячи, а компаний, которые так на виду, их не так много. То есть, это говорит о том, что многие не нуждаются в инвестициях, они не выходят ни на кого, им, может быть, никто не нужен. Бизнес работает, он может быть маленьким, но он работает и прекрасно существует. Задача фондов, конечно, найти тот, именно один из 10 стартапов, интернет-компаний, молодых интернет-проектов, который, возможно, будет вот этим бриллиантом в стоге сена, который окупит инвестиции фонда, возможно, ну или как минимум существенно добавит в прибыльность работы фонда. Потому что игра это в длинную, и крупные фонды имеют под управление миллиарды долларов. Миллиарды долларов работают они с такими объемами не только в Америке, но и в Европе, значит, на количество фондов, имеющих подобные объемы денег под управлением, но и есть фонды, как бы спин-оффы американских фондов, например, Сигулергав, тот же Intel, который в России оперирует таким объемом, и эти деньги предназначены сугубо для инвестиций в рамках российского интернета, то есть куда подпадает и Украина. Ну, наши пока объемы попроще, правильно? То есть T-Venture 20 миллионов, по-моему, первый фонд. У нас 50 миллионов. Это один фонд, то есть у нас был коммитнент сначала на 20 миллионов, мы его подняли до 50 миллионов. Знаете, то есть вопрос найти деньги не проблема. Ну, смотрите, просто я думаю для наших, у нас правда для начинающих предпринимателей, ну и учитывая то, что там 5 лет назад вообще никто про это не говорил, то есть я думаю, очень большая часть предпринимателей или там возможных, они очень смутно себе это представляют. Они думают, наверное, венчурный фонд – это такая лотерея. То есть я сходил в 20 фондов, где-то выиграл, типа, деньги, и потом как бы все, на этом конец. То есть вот я получил деньги, и, собственно, бизнес заканчивается, или там, ну, я добился успеха. И что происходит после момента получения денег, и что нужно, чтобы получить деньги, и каким образом, зачем в фонд вкладывать деньги? То есть это все очень так, смутно. В фонд вкладывает деньги по очень понятным причинам, чтобы заработать. То есть обычно венчурные инвесторы рассчитывают на инвестиции, особенно инвестирующие на ранних этапах, не говорю про поздние, там мультипликаторы намного меньше, то есть они могут быть в пределах даже 2х. Вот что касается инвесторов на ранних стадиях фонда, как наш, например, да, то есть, конечно, рассчитываешь на инвестицию в длинную 5-7 лет, и хочешь заработать мультипликатор 10х, то есть это стандарты по отрасли. Вот какой у вас минимальный, ну, или там, средний размер вот инвестиций, которые вы даете проектам? У нас два типа инвестиций. То есть первое, это на ранних стадиях инвестиции, сравнимое даже с seed investment, то есть так можно. Хотя там инвестиции в размере в пределах 300 тысяч долларов. И второй размер инвестиций, это на так называемый early stage, она может доходить до полутора плюс миллионов долларов на одну компанию. Плюс мы еще строим свои компании, то есть это тоже очень важно. То есть строим свои компании, и они все рассчитаны в первую очередь на украинский и российский рынок, на русскоговорящий интернет в целом. В эти компании мы инвестируем достаточное количество денег, значит, на большее, чем мы инвестируем в отдельно взятую компанию. Эти суммы колеблются в пределах 3-5 миллионов, то есть за 2012-2013 год. Вот именно эта цифра, которую мы хотим инвестировать в одну компанию. Соответственно, таких проектов у нас сейчас 4. И эти команды находятся в Украине, в Киеве, то есть людей у нас больше 100, и каждый день появляются новые сотрудники компании, бизнес-бизнес. Больше 100 сотрудников, которые работают в одном из этих четырех проектов. Да, в четырех проектах работает более 100 человек. Они как бы равного размера, или есть какой-то один проект 80 человек? То есть есть проекты, связанные с электронной коммерцией, которые еще не в онлайне. То есть, условно, один проект в онлайне, один проект в тестовом режиме, один проект будет запущен до конца года, это электронная коммерция, и последний, думаю, что конец первого квартала 2013 года. Ну, я вот делал подготовку к нашей сегодняшней записи, искал как бы везде в интернете вас, ну, T-Venture, и нашел на сайте HeadHunter вакансию Team Lead, ну, короче, какой-то технический специалист, то есть это очевидно в один из этих проектов. Да, 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 то есть мы ищем активно, ищем постоянно на людей, ну, то есть цифра в 100 человек, она достаточно существенная. Я бы не сказала, что это элемент какой-то инкубации, то есть мы строим проекты, потому что занимаемся… А кто является владельцем этих проектов? То есть какая была у фонда? Да, команда и фонд. У вас контрольный пакет или у вас меньше? Конечно, потому что, то есть мы собираем команду, то есть в нашем случае команду собираем мы сами, то есть наша идея. Похоже ли это на FastLine Rentures или Rocket International? Похоже, да, это похоже, но есть отличия. Какие? Отличия в том, какая модель нашего взаимоотношения с компаниями, которые у нас. То есть у нас достаточно другой принцип, допустим, свободы компании, которые у нас есть, то есть у нас немножко другой подход, наши команды имеют значительно больший процент долю в компаниях, чем у упомянутых компаниях. Я, наверное, или я, или вы, наверное, прояснить просто схему, то есть есть и в Берлине Rocket International, кажется, да? Да, Самбер Бразерс, а очень успешно. И второй похожий проект FastLine Rentures в Москве. Купи ВиПи, Сапата, известные проекты, то есть с огромными, сотни миллионов оборотов, что Купи ВиПи Сапата недавно был продан на Озону за 60 миллионов, то есть это анонсированная сделка, то есть они, принцип тот же, но есть отличия, как говорится. То есть у нас... Ну, по сути, то есть в этом случае это... Венчур выступает в роли полива, то есть вы сами выращиваете внутри команду, и, соответственно, у вас не 30%, как в обычной сделке, или я не знаю, какие у вас проценты, а там, ну, больше, да, там, больше 50, больше 70. У нас до 30%, то есть чем мы отличаемся от... Даже вот в этих четырех проектах? ...принянутых FastLane и Rocket Internet, в нашем случае, то есть у команды до 30%, очень большой процент, то есть он считает, что идея наша, модель наша, то есть мы собираем команду, понимаем, что мы делаем, куда мы двигаемся, но при этом, то есть хотим, чтобы команда чувствовала себя абсолютно комфортно с точки зрения владения и понимания привязанности компании. Соответственно, у нас другие, как бы, принципы контроля, то есть у нас работают KPI, они там с утра до вечера и отчеты и так далее, то есть учитывая опыт наших уважаемых коллег, то есть мы немножко по-другому построили взаимоотношения в рамках компании, которые мы строим сами. Разница еще в том, что мы достаточно очень много времени, то есть те, кто работают в фонде, очень много времени, своего личного времени, уделяют. То есть мы менторите каждого из тех проектов. Мы менторим, да, мы все, кто у нас в фонде работают, менторами всех трех проектов, с большей или меньшей степенью включения в зависимости от специализации. То есть в этом отличие. И мало, собственно, фондов, которые идут по такому принципу, то есть вот названные вами, да, то есть наш фонд, тоже в основном фонды специализируются исключительно на инвестициях, то есть есть два типа инвестиций, это пассивные или активные инвесторы, то есть активные инвесторы, это тот, кто как бы ведет лид, то есть лидирует в сделке, например, собирает других инвесторов, оформляет сделку, является первым и главным ментором в стартапе, помогает им всячески, ну, соответственно, несет больше всех рисков, так как является лид-инвестором. В случае наших инвестиций у нас пока еще, то есть, возможно, первая инвестиция будет в этом году, где мы будем лид-инвестором в инвестициях, не связанных с построением компаний. До этого, то есть тем 16 проектов, которые мы проинвестировали за период полтора года, мы являемся везде пассивным инвестором, то есть не являемся лидом. То есть смотрите, у вас, получается, есть 16 проектов, где вы инвестируете по классической схеме, да? И 4 проекта, да. Да, и еще 7 проектов у нас находятся в пайплайне, то есть мы в стадии сейчас переговоров и заключения сделок. К сожалению, не все проекты, то есть практика такова, то есть особенно на ранних стадиях, то есть не все проекты мы можем анонсировать сразу. То есть есть, условно говоря, 5 проектов, которые мы не можем анонсировать, хотя сделки уже завершены по разным причинам. То есть есть технологии, момент технологий, момент новизны, момент того, что компания не хочет анонсировать бизнес-модель, Например, есть условия 3 месяца или полгода в зависимости от бизнеса. В самое ближайшее время они будут анонсированы. Мне вот интересно, вот эта модель смешанная или комбинированная, это была часть стратегии с самого начала, или вы по какой-то причине поняли, что нужно делать свои проекты, то есть не работает классическая схема? Да, это была стратегия с самого начала. То есть мы с самого начала планировали двигаться в двух направлениях. То есть инвестировать, инвестировать без ограничения территории. И, соответственно, строить свои проекты с понятными бизнес-моделями. То есть на тот период времени проектов, на которых можно было опереться, мы не нашли. Соответственно, мы строим эти проекты сами. Я бы сказал, что это очень большая цифра. Да, и каждая компания имеет украинскую. То есть это украинские компании, сотрудники все работают. Там технические специалисты? В том числе, конечно. То есть полностью команда работает в рамках украинской компании. По каждому отдельно взятому проекту. Ну, как бы суть здесь не в том, наверное, я думаю, что интересно для тех, кто смотрит передачу, было то, что глобально проблема наша, то есть территория не только России, но и Украины, наверное. Мы где-то в три года от них отстоим. В том, что всячески сейчас нужно помогать и поддерживать развитие интернет-предпринимательства в Украине. То есть с этим есть вопросы. А вот мы для этого и делаем профит-шоу? Отлично. Как пропагандируем предпринимательство? Ну, вот побольше бы таких передач и конференция, которую мы сделали в большом масштабе 2010 года. Конференция, в которой более двух тысяч участников, 70 ярких спикеров. Если зайдете в программу, то поймете, о чем идет речь. Я обращаюсь к первой теме, кто смотрит. Ты знаешь нашу программу и кто спикеры в этом году. То есть программа, мы решили уйти, проанализировав другие похожие конференции. То есть где-то больше, где-то меньше воды. Где-то больше как motivation, как TED и тому подобное. Где-то больше контент. Например, но тот же веб, DLD, но он шире, то есть масштаб там шире. То есть мы взяли лучшее, то, что можно агрегировать из этих конференций, сделали у нас, так сказать, контент-дривен конференцию. То есть обратились к нашим уважаемым спикерам и тем, кто первый раз у нас будет. То есть ввели определенные рамки просьбы сделать свой доклад максимально контентным, содержащим огромное количество полезной информации с точки зрения аналитики, которую нельзя найти в открытых источниках. Цифры, связанные с бизнесом, а не конкретно с компанией. Максимально уйти от пиара своей непосредственно компанией, допустим, сориентироваться на тематике. Это либо лет-кинот, либо панели. Даже панели в этом году мы сделали другими, то есть они будут состоять из мини-кинотов, то есть модель нового. Это как это? Панели из мини-кинотов? Вот, это очень интересно. То есть панелисты, 3-5 панелистов, перед тем, как начнется дискуссия, то есть они презентуют тематику панели. То есть каждый из них по 10 минут рассказывает? По 3-5 минут они рассказывают, допустим, по теме панели. После этого с модератором идет дискуссия, то есть такая не вода-вода, а очень заточенная на такие острые вопросы. Все готовы, то есть знают, что будут подниматься все вопросы приятные, не очень приятный смысл в том, что найти где-то решение. Потому что к нам обращались после первого года конференции, в 2011 году, то есть с просьбой все-таки как-то сконцентрироваться. И то, что сейчас нужен предпринимательской среде, не только в Украине, а вообще на пространстве Центральной и Восточной Европы. Собственно, это и есть фокус конференции. То есть больше давать ответов и давать конкретных советов, аналитики. То есть куда идти, что делать и чего не делать. Плюс новая платформа – это воркшопы, то, что мы сделали. И ушли опять-таки от пиара компаний, которые там будут участвовать. Это и Сиска, и Майкрософт, и многие другие, которые расскажут, как можно зарабатывать с этими компаниями, как с ними работать можно. То есть какие гранты предоставляются по каким темам для украинских компаний. То есть как они могут заработать и какие успешные проекты были сделаны. И что оставляют эти гиганты на территории Украины, России, Центральной и Восточной Европы. Я, честно говоря, считаю, что таких конференций вообще мало. В принципе. Тем более Киев удобный локейшн в том плане, что без виза для европейцев и американцев. Ну вот индусам нашим понадобилось, да, это было сложно, но мы решили эти вопросы. Кстати, каждый год мы будем делать презентацию новых растущих рынков. Индия, Бразилия, Китай. То есть будем пробовать показывать ту сторону, допустим, как там происходит, чему поучиться, какие там уроки можно извлечь. В этом году у нас очень мощная панель. Тут присутствуют два ведущих фонда индийских, которые имеют большее количество экзитов по статистике, плюс несколько непрестая стартапов, которые тоже являются уникальным явлением и являются не локальными. Локальными для Индии это звучит в 1,2 миллиарда населения. Маленькие какие-то. Да-да, маленькие, локальные. Но тем не менее, то есть прорыв, то есть уроки, которые можно извлечь. Ну, я согласна, то есть если в Силиконовой долине 60 мероприятий в день происходят, да, в России, может быть, там 60, могу ошибаться, где-то в неделю, то у нас, соответственно, столько в год. Вот, то есть хочется, чтобы цифра эта экспоненциально росла, потому что... Изначально. Кстати, так раньше Москва, который был в прошлом году, я так, по слухам, его в этом году уже не будет. Возможно. Ну, то есть, по крайней мере, до сих пор все тихо и так далее. То есть это тоже была такая очень профильная тусовка. Ну, зато появился ДЛД Москва. Ну, то есть сейчас все, Гоин Интернешнл. Ну, я думаю, что мы останемся на рынке Центральной Восточной Европы, потому что это очень правильная локейшн. А для DC это какой год, получается? Третий. То есть она, в принципе, очень такая, ну, бренд-нью. То есть три раза. Айфон вот сейчас пятый вышел, и это уже как бы телефон. Да, первая версия, ну... Мы со второго года стали конференцией. То есть со второго года нас внесли в топ-5. Это очень почетно. Посмотрите просто на публику, которая будет на DC, это впечатляет. Это впечатляет. Совет, то есть предпринимателям, у которых есть возможность, то есть выделить эти два дня, 18-го и 19-го, все-таки приехать, посмотреть, послушать. Это англоговорящая конференция. Воспользоваться уникальной возможностью, то есть хватить за пиджак, там, подергать, да, ну, то есть тех спикеров, которые знают, на что им рассчитывать. У нас специальный будет лаунж наш, где они могут собираться после. Мы брали все вот то, что мешает двигаться в очень таком быстром темпе. То есть как на DC мы планируем с этого года сделать новый формат. У нас не будет вопросов из зала, то есть тоже очень много было нареканий. То есть кому-то вопрос нравится, кому-то вопрос странный, простой или сложный. У нас будет специальный лаунж, куда будут спикеры проходить сразу после конференции. Все, кому интересно, будут общаться уже не 2-3 минуты. То есть оптимизировать время, да? Потому что программа максимально, то есть оптимизировать время, все вот, максимально контент. Мы хотим, чтобы все впитали все, что есть. И в чем сцена в этом году в основном для представителей бизнеса. То есть для WC это дискуссия, как сделать так, чтобы было легче предпринимателям. А в основном сцена, киноты это представители бизнеса в первую очередь. Потому что интересен опыт, что можно делать в Центральной Восточной Европе и конкретно в Украине и России. Допустим, какой завтрак, куда идут мобильные платежи. В общем, тема очень острая, очень интересная. Так будем двигаться, я думаю, что каждый год. По поводу спикеров я хочу сказать для наших зрителей, которые наверняка не все это понимают. Я сам это понял относительно недавно. О том, что люди, которые тут приезжают, это люди, которые заняты обычно. У них много всего происходит в жизни, особенно если мы говорим про вечерних капиталистов или каких-то предпринимателей. Соответственно, поймать их, устроить встречу, будучи в Москве или в долине, очень сложно, практически нереально. Вам нужен как бы introduction, вам нужно 5-е, 10-е. Здесь люди приезжают, они как бы два дня уже здесь. То есть они скучают, их можно поймать за кофе. И можно за день провести 10 встреч, которые вам потребуются год, чтобы организовать за пределами. Это был рекорд, потому что он где-то 50 встреч, один уникальный стартап провел, 50 встреч в день. Молодцы, молодцы. Ну, то есть так и нужно, потому что на самом деле там люди достаточно открыты, уже приехали, есть время, есть эти 5 минут, когда можно сделать elevator pitch, там 40 секунд, 5 минут поделить на 40 секунд, можно сколько раз рассказать про свой стартап за короткий период времени. На самом деле, то есть есть успехи. Компании, которые были у нас не только финалистами первый и второй год, которые участвовали в IDC, то есть на IDC, то есть были сделаны определенные, то есть первые раунды переговоров. Intel профинансировал один из проектов. Spectuit получил 2 миллиона. То есть есть движение. Но они не на конференции, правда, получили? Они познакомились, ну, прям, да, на конференции. С чемоданчиком. Ну, это, к этому мы стремимся, конечно, нет. Хотя истории были такие. Лена Маслоу своими рассказала, когда с Роном Конви на Текранч один из таких молодых предпринимателей очень активно побеседовал, то есть он ему выписал чек на 50 тысяч. Ну, чем, как бы, судьба бывает благосклонна к тем, кто ищет. Просто очень хочется, чтобы у предпринимателей у нас возникла эта активная жизненная позиция. Я еще раз возвращаюсь к теме венчурных фондов. То есть это ситуация двоякая. То есть фонды пытаются, особенно, когда фонды ищут, да, это более на поздних стадиях уже. Когда фонды хотят зайти с кем-то в консолидированные сделки по интересным, уже понятным интернет-компаниям, когда они находятся уже на более высоких стадиях, там уже тяжело заскочить в сделку, так называемую. Те фонды, которые занимаются инвестированием на ранних стадиях, это как интеллектуальное казино. То есть там ситуация от обратного. Надо, чтобы компании искали, потому что показать мало что. То есть ситуация может кардинально поменяться. То есть компании могут слететь, обанкротиться. То есть много разных челленджей, которые рисков огромное количество, поэтому должна быть ситуация от обратного. То есть к нам должны идти компании. И мне очень печально об этом говорить, но мы крайне мало получаем предложения от украинских компаний на инвестирование. Крайне мало. Кстати, вот из 16 проектов, которые у вас уже есть, да, какая доля украинских? Ноль. Ноль, да? Да. И вот, кстати… Ну, четыре компании, которые мы продлились, да, и их мы получаем очень мало. То есть, ну, это, кстати, удивляет. Вроде нужны деньги, там есть интересные проекты, где они? А где они? А где они? Нет вообще, или они к вам не идут бояться? Нечего бояться. Ну, то есть все, кто к нам идут, так получают. Они вообще есть на рынке? Может, их просто нет? Ну, если идет такой рост, то есть количество компаний в 20% увеличивается. То есть, домены, они что-то делают. Ну, минус воздух. Старные все, наверное, что-то делают. Есть успешные компании. Из старых это и Allbiz, из новых это Prom.ua, которую мы знаем. Из старых, опять-таки, эти ViewDoll, которые вот сейчас, наверное, все может быть. Ну, вот на днях прошла информация, что их вроде бы покупают. Вроде бы, дай бог. Ну, потому что этого ожидали еще в прошлом году. Уже все продались там. Ну, продались в чем-нибудь неплохо. Дай бог, чтобы это произошло, потому что, ну, приятно. Это приятный кейс был бы. И новых компаний достаточно много. И G-Lastic, которого тоже там с распростертыми объятиями забирают. Сколково, может, у нас уже скоро будет там свой Байони Хилл или что-то. То есть, куда они приедут, будут работать, встретят таких же братьев по разуму. Ну, может быть, дай бог. Но среда как бы развивается, поэтому хочется просто немножко активнее. То есть, ничего не стоит открыть там сайт, посмотреть, написать, сбросить предложение, если нам это интересно. А мы будем общаться. Я хочу немножко вернуться к конференции. Уже вроде бы основное обсудили. Но вот я хочу понять для себя следующий вопрос. То есть, есть фонд, есть конференция. Это является ли конференцией самодостаточным проектом? То есть, является ли она прибыльной? Или вы это финансируете, то есть, это как бы такое убыточное предприятие, которое вы финансируете для имиджа, для привлечения сделок? То есть, какая вообще? Как это работает? Это просто социальный проект для поднятия уровня интернет-припринимательства в регионе. То есть, если бы фонда не было, то и конференции бы не было, скорее всего. Возможно, ну, то есть, может быть и не было. Возможно, потому что это взаимосвязанные вещи. То есть, мы работаем на этом рынке, мы должны что-то сделать для этого рынка. То есть, поэтому вот и конференция. То есть, то количество партнеров, которые у нас там перечислены, благодаря им это и происходит. Мы один из них тоже, и фон Тевенчер, и все эти партнеры, которые перечислены у нас на сайте конференции. Очень много, порядка 100 партнеров у нас есть. И кто чем, то есть, помогает, кто услугами. То есть, там мало движения денег, только по основным позициям, без которых невозможно избежать. То есть, в основном все как-то участвуют услугами, товарами, бартерами. То есть, есть люди, которым не безразлично тоже. Хотя конференция – это очень узко. И убедить партнеров стать партнерами конференции по интернет-технологиям инноваций – это крайне сложно. Крайне сложно. Удивительно, то есть, у нас большие компании, которые работают в Украине, Google, Яндекс и так далее, то есть, с ними очень сложно. Вот, казалось бы, должно быть все наоборот. Вот, возможно, ситуация поменяется. Интересно, почему они не хотят вообще? Возможно, нужно, чтобы вышел айфон пятый. То есть, может быть, к пятому году все раскачается. Но есть другие, и спасибо им, что это происходит. Вообще, тенденция сейчас в мире к тому, чтобы бизнес все-таки был, как социально ответственным. Если ты занимаешь какую-то нишу, какую-то нишу или работаешь, то есть, не мешало бы сделать что-то социально полезное. Я хочу деньги зарабатывать, я не хочу делать социально полезное. Деньги зарабатывает фонд, а конференция должна быть. Ну, смотрите, просто, ну, на самом деле, я думаю, это практически неизбежно сейчас такая ситуация, потому что рынка, о котором мы говорим, его особо нет. То есть, он в процессе создания, да, и без таких мероприятий, и без... Он не появится, да? Он просто не появится, это как спор яйца и курицы. То есть, ну, что ждать? То есть, мы спор этот раз взяли и разрешили. То есть, мы сделали конференцию. Причем, правильное решение, оно не ориентировано только на Украину, потому что, ну, то есть, нужна свежая кровь. То есть, нужны те компании, успешные проекты из той же Центральной Восточной Европы. У нас в прошлом году было 35 стран. В этом, я думаю, что больше будут страны, это участники, это и стартапы, которые активность повышенная. То есть, сейчас уже практически нет бусов для стартапов. Мы до конца недели заканчиваем прием заявок. И призовой фонд, который мы сделали в этом году, это 30 тысяч евро. Это существенная помощь будет тем стартапам, которые захотят, а, поехать учиться, или, допустим, как-то распорядиться правильно этими деньгами. Но это призовой фонд для стартапов, которые что? Финалисты. То есть, финалисты, 12 финалистов, которые будут выбраны из 150 стартапов, которые подали. И выбирают жюри. То есть, наша комиссия, которая создана для отбора стартапа, выбирает, согласовывается с членами жюри, выбираются эти. Так, подождите, а этого буса не будет? В прошлом году, я помню, были вот эта вот аллея. Будет, конечно, все будет. Аллея там же не будут представлены. Из этих компаний будет выбрано 12 компаний. 12 компаний будут представлять питчин на основном. То есть, они на большой сцене выйдут, каждый будет делать питчин? В прошлом году этого не было. То есть, была специальная комната для питчин. Темная комната. Светлая, но небольшая, в этом году это будет мейнстейдж. То есть, будет 4 сессии. Первый день, 2, второй день, 2. Будет мейнстейдж. Три призера полуразделят между собой этот призовой фонд. Это интересно. Плюс медиа, плюс, тоже важно сказать, что возможность учиться. То есть, никто ее толком не использует, она есть. Я думаю, что будет уже ближе к конференции. На конце следующей недели еще один у нас появится очень интересный. Акселератор, который взяли на себя, скажем так, согласились по трем финалистам. То есть, посмотреть, выбрать из трех финалистов того, кто может быть вне очереди присоединиться к осей, акселератору или инкубатору. Это и Ситкэмп. Это и Project A уже у нас есть сейчас. Это один из ведущих берлинских инкубаторов. Это H-Farm, Италия. Еще два будут объявлены. А, H-Farm, Италия? Я думал, это вот Happy Farm. Нет, это не Happy Farm. Это так вот интересно. Мы их познакомим. У них абсолютно идентичное название. Но это очень известный акселератор, который приглашает компании не только европейские, но и центрально-восточная Европа. Тут достаточно широко берет, кто готов поехать. И они по... Мы им дали сцену, они расскажут, допустим, чем они лучше. Для стартапов, собственно, что у них есть. Менторы, условия проживания, визовая поддержка и так далее. Это все важно. То есть не воспользоваться этой уникальным шансом, пройти обучение бесплатно, плюс еще получить... А есть ли вообще эти стартапы, да, здесь? Ну, то есть из 16 проектов у вас ноль украинских. А из 150 стартапов... Это вопрос не в Украине, вопрос во всем регионе, центральная и восточная группа. Выбирать будут из региона. А из 150 там какое распределение? Достаточно много украинских стартапов. Достаточно. А остальные... Все 19 стран. В прошлом году было где-то 25 стран. То есть вся центральная и восточная Европа, плюс еще страны, которые из Европы будут пристрелять. В прошлом году, я помню, был минский проект. Квадроллер, да. Белорусский, да? И я не помню, украинских были там финалисты или не было? Украинских не было. Интересно, что будет в этом году. Был, да, российский в первый год, Зенгая, Сэгбатон был украинский проект, вот Сэгбатон, Дима Лисицкого и был чешский проект. Ну, посмотрим. А зачем? Ну, то есть, если так все подумать, это вообще получается странно. То есть у вас нет инвестиций в украинский проект? Ну, не потому что... Потому что, очевидно, нет проектов нужного уровня, там, нужного качества. Нет, то есть четыре проекта являются украинскими. Да, ну, неважно, они украинские. И конференцию вы делаете здесь, правильно? То есть больше, чем четверть проектов украинских. То есть проекты, которые мы инвестируем еще в украинские проекты, мы инвестируем на порядке больше средств, чем мы инвестируем, конечно, как пассивные инвесторы в эти 16 проекты, на порядке больше. То есть инвестиции в одну компанию до 5 миллионов. В одну компанию, это не на 4 проекта, это в одну. То есть 20 миллионов у нас зарезерено для украинских проектов, это тоже не конец еще. То есть каждый год мы планируем по одному проекту запускать. А зачем так много денег этим компаниям, 5 миллионов? Мы можем поддерживать компании, им, наверное, понадобится еще больше денег. То есть просто максимально поддерживать. Все правила стартапов, то есть если ты можешь обойтись без венчурных фондов, лучше обойтись без венчурных фондов. То есть поддерживать свою компанию самим, жить на минимум, на минимальном burn rate, работать, лучше взять менторов. И чем позже ты придешь к венчурному фонду, тем лучше, чем более мачур будет компания. Собственно, это никто не скрывает, это правильно, потому что есть разные фонды с разным лицом, с разными подходами. Есть у кого-то срок, как у нас, предпринимаете решение 5 минут по скайпу, а кто-то принимает решение полгода. И это может быть каким-то печальным концом хорошего бизнеса, когда уже нет финансирования, ты на мели, и вот напал на фонд, который полгода думает, и все. Таких случаев тоже очень было много, поэтому если у нас есть возможность, как у фонда, поддерживать свои проекты, зачем? Не, ну я так понимаю, те проекты, которые у вас, они уже не пойдут к венчурному капиталисту. Почему? Конечно же пойдут. А у них же нет уже и оплите. То есть это вы можете выйти, как бы, продав часть своей... Есть команда, которая имеет определенные условия, и мы можем по подшествии определенного времени инициировать эти процессы. Понятно, но если у меня 30%, ну не у меня, а у всей команды, да, я пойду к... Если я получу какие-то инвестиции, то у меня доля размоется до 5%. И, по сути, я... Да, хорошая новость в том, что мы на самом деле очень заинтересованы, очень заинтересованы, чтобы компании работали, работали очень хорошо. И это показатель. То есть в нашем случае, то есть мы не идем перекрыться, то есть если там что-то не так, но надо перекрыть и что-то отбить. То есть это не тот случай. То есть мы укладываем те проекты, к которому дверь мы понимаем, что мы делаем, и всячески их поддерживаем. И менторим, и ищем менторов, и у нас всегда есть с кем посоветоваться и оказать максимальную поддержку, то есть и моральную, и материальную, и найти менторов, которые в этом секторе работают буквально, ну то есть со всего мира, благо, а нетворкинг, конференции и личные контакты очень сильно помогают. А вот, кстати, ну, вернее, не кстати, наверное, следующий вопрос, который я хотел обсудить. То есть, по сути, те венчуры, это классический венчурный фонд, да, ну то есть там как-то минимальный чек, 300 тысяч, 500 тысяч, ну неважно, достаточно большой, да. А сейчас у нас появляются вот эти все инкубаторы, которые дают там 10, 20, 50 тысяч, не знаю, 3 их, по-моему, уже, или 4, ну как-то их много. И мне вот интересно, так мне интересно, это хорошо. После них идут к нам. Расскажите, кто-то из, например, из Labs, по-моему, первый бетч у них вышел там пару месяцев назад. Вы кого-то проинвестировали, ну или вообще, как бы, какие у вас взаимоотношения вот с вот этой частью рынка? Отличные, то есть если есть проекты, которые выходят из инкубатора, они нам интересны, думаю, с удовольствием их проинвестируем. Они проинвестировали, знаю, в RunFace, 70 тысяч, сами положили. То есть проблема нашей территории в том, что инкубаторы, которые создаются в Украине, о них, если говорить, им нужно понимать, что от них потребуется еще немножко больше усилий, даже после того, как компании выйдут, то есть пройдут сессию в инкубаторе, потому что им нужно поддерживать. Им нужно, куда идти, правильно? Ну, кроме там... И я думаю, что инкубаторы это понимают. Это понимают, потому что не понимая этого, они бы не брались за это. То есть они делают достаточно хорошее дело, потому что они готовы потом еще поддержать на какой-то период времени. Компании, чтобы они хотя бы оперились немножко, стали на ноги, были готовы разговаривать с фондами, инвестирующими на ранних стадиях. У нас вот в Одессе, вон Абис, да, сейчас там, H-Farm, E-Slabs презентовали. Ну и Founders Institute, я думаю, что в ближайшие дни будет анонсмент о том, что у нас появилась такая возможность. То есть это потрясающий доступ к сотням уровневых менторов по всему миру. И вот этим нужно пользоваться, проходить сессию у них, обучение. Это очень помогает, это то, чего не хватает. То есть и все-таки выходить за рамки территории. Да, Украина большая страна, то есть у нас там 46 миллионов. Это большая страна, но тем не менее. Желательно ориентироваться на рынки не только Украины. Если есть возможность покрывать там весь российскоговорящий интернет, 250 плюс миллионов, надо это делать. То есть масштаб, то есть вопрос масштаба и выхода. Я, кстати, вот перед встречей просматривала те компании, которые называли там Promway, Terrasoft есть на Crutchbase, да, но мало кто представлен, то есть свой профайл имеет даже на Crutchbase. Ну, я зашел на AngelList, там нет даже T-Ventures. Ну, это инвесторский, как бы, сайт. Но мы же не Angel, инвесторс. То есть мы фонд, который инвестирует на ранних стадиях, то есть поэтому нас там нет. Вот, но мы являемся, ну, мы в рассылке очень многих ангельских ассоциаций и таких, как и в Америке, и в Европе. То есть мы у них в списке. То есть это закрытые списки, которые у нас шарят на определенные сделки, которые интересные возникают к ним. Если у нас есть желание, мы можем там положить свой тикет. То есть мы в этих рассылках... Видимо, таким образом мы попали в эти 16 проекты. Конечно, это и есть этот нетворкинг. То есть когда тебя знают, когда у тебя есть определенные контакты, когда понимают, что ты можешь быть полезен на рынке не только Украины, но и России, то есть с тобой делятся сделками, потому что где-то ты можешь потом быть полезен. Ну, собственно, вот возвращаясь к напечатному, хочется, чтобы компании, даже это украинская компания, и она планирует быть украинской, рассчитана только на украинский рынок. То есть это правило номер А, свой профайл иметь на Crunchbase. Потому что как может инвестор потенциальный, который ищет, найти эту компанию? Это крайне сложно. Все по тегам нигде не найдешь, если определенные сложности. И такие компании, как Nespers, MAH, например, зашли, да, сколько компаний не купили, это опять-таки только начало. То есть многие смотрят сейчас на Украину. Поэтому повышение уровня образования наших интернет-предпринимателей за счет конференций, ивентов, общения вот в таком кругу, на стартап-метапа, который и слэп сделал у себя, и многие другие, это все вопрос этого бронзского движения, которое рождает правильные идеи и хорошие мысли. Ну, то есть теоретически это количество рано или поздно перерастет в качество, да? У нас появится какой-нибудь Яндекс или Фейсбучик такой. Я знаю, как Яндекс. Яндекс у нас уже есть, уже Яндекс, Яндекс. Им очень интересен рынок Украины. То, что это придет, это вопрос просто времени. Не знаю, будет ли это 75% проникновения интернета до 2015 года, как прогнозируют многие источники. То есть вот на этой прекрасной цифре мы садемся с нашим уже российским интернетом. Но будет меньше, но тем не менее, это цифры существенные. И тогда уже другой будет разговор. Органический рост присутствует. Вопрос только к быстроте реализации очень многих бизнес-сидей, которые из оффлайна, опять-таки, даже двигаются в онлайн. То есть простые вещи. Кстати, оффлайн, онлайн, в тему немножко скажу. Тиардата, одна из компаний, украинская компания, они выиграли финалисты или победители Сидкэмп, который вот в Лондоне был совсем недавно, в начале сентября. Ну, то есть это тоже круто. И тоже еще один маленький кирпичик в тему создания рынка. Ну, а Imagine Cap, который выиграли тоже наши ребята, которые сделали ту рукавичку, ассимуляция, тоже молодцы. Ну, то есть эти все вещи говорят о том, что есть мысль, есть. У нас всегда было все хорошо с образованием. То есть вопрос предпринимательской жилки, или тех, кто готов рискнуть и присоединиться небольшой компанией, топ-10, топ-20, аутсорсиво присоединиться к бизнесу, к маленькой команде, которая имеет большие планы. Вот этот челлендж еще как бы за нашими предпринимателями. То есть здесь еще многое предстоит делать. А времени очень мало, поэтому сейчас время самообразования. Почему мало? В смысле мало времени? Потому что рынок развивается, то есть завтра к нам придут другие компании, завтра будут смотреть инвесторы. То есть времени мало, то есть надо его терять. То есть просто есть смысл заняться самообразованием, то есть ходить на конференции, учиться самим. Огромное количество возможностей источников, просто использовать их. Окей, я думаю сейчас, если у вас вы подготовили вопросы, мы сейчас послушаем ваши вопросы. Я хочу единственное сказать, два слова о спонсоре. Спонсор сегодняшнего выпуска D.O.U. Это украинское сообщество разработчиков. Это больше 35 тысяч разработчиков, которые заристосованы на нашем сайте. Всем спасибо, и мы будем закругляться. Спасибо, что смотрели. Смотрите наш выпуск на ProfitShow.tv. Всем пока. Огромное спасибо. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ